Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 24 июля 2023 года, 7 часов вечера, 8 час. Уже собрала я помидоры, до этого я вам снимала, показывала видео. И будем теперь обрабатывать фитоспорином для профилактики и лечения растений от грибковых, бактериальных болезней, мучнистые росты, черные ножки, ржавчины, фитофтороза. Вот видите, буду хорошо-хорошо вот этот пакет на все свои грядки полью, если останется и по капустилину. Так, как я буду разводить? Ну, строго по инструкции. На 400 грамм воды вот этого пачка. Ну, я взяла с собой банку. У меня здесь должна была где-то быть банка, я ее уже потеряла. Так, банка, ложка, вон моя отдыхает, я уже обрабатывала. Вода у меня здесь теплая, вот видите, остатки фитоспорина обмывала руки. Ну что, набираем 400 грамм. Здесь у меня 900 грамм. Да, 900, это значит полбанки где-то воды. Надеюсь, полбанки есть. Здесь температура не ниже 15, ну, здесь температура 20 будет с чем-то. И открываем, и пакет весь туда опускаем. Вот такой у нас пакет. Вот такое у нас средство здесь. Живые бактерии. Так, отрежу и все туда. А пакет помою вот в этой водичке. А вот она, моя банка. Знаете, тогда я новую банку не буду чистую трогать. И живые бактерии здесь плавают. Я назад вылью, чтобы у меня эта банка постоянно была. А я думаю, где я банку делаю? Ну и сейчас сюда выложу. Видите, какая субстанция. Ну что, придется мне ложки как-то вытаскивать. Как-нибудь вытащу. Вот у меня что получилось. И я пакет кину сюда. Пускай он откисает. И руки вымыть хорошо. Это не яд, ничего страшного. А это аккуратненько, хорошо размешаем. И на 10 литров воды ложка. Но я ложки две буду. Две-три буду лить. Мои дорогие друзья. Вот на это. Оно не сгорит ничего. Пускай хорошо обработается моя земля. Помидоры я убрала. Мне те, которые подрастут, недели через две убирать. Не раньше. И вот хорошо размешаю. Это я отнесу мусор. А здесь у меня пакет отдыхает. Вот. Сейчас я его выполосшу. Наверное, отнесу мусор. Тоже. Выкину. Ну вот сейчас бактерии наши заработают. Вот все. И идем хорошо моем руки. Мучаюсь, растворяю. Очень плохо растворяется. Видите, он. Ну, уже хорошо. Ну, пускай минут 10-15 постоит. И будем с вами обливать. Прошло у меня, дорогие друзья, 15 минут. Набрала я 10 литров воды. У бочки у меня теплая вода. Как я уже сказала, не ниже. Такой же он грязный. И буду выливать. Вот видите, все-таки мешало-мешало и не размешалось. И ладно, растворится. Ложки 3. Две неудобно одной. И третью. И три. Достаточно. Три неполных. Раствор получился не светлый. А видите, какой темный. И пойдем начнем вот с той первой грядки. На первую эту грядку я вылью два таких вот. Два. Две лейки, то есть. На эту четыре лейки. И на те по четыре лейки. Мне вполне хватит того раствора, что я сделала. Будем обрабатывать хорошо-хорошо. Здесь простор. Землю. И землю, и все. Ну вот, мои дорогие друзья, когда я полью, я вам покажу, насколько я смочила землю и какие у меня здесь будут лужи. Поздно уже, мои дорогие друзья. Девятый час. Я только-только, наконец, справилась. Облила все свои томаты. И капусту здесь. Потому что фистаспорин остался. Все пролила. На эту грядку вылила где-то пять. Это точно. Леек. Все искупала хорошо. На эту грядку тоже не меньше. Лейки три. Это точно. Если исчезнет у меня фитофтора после фитоспорина, я вам обязательно покажу. Да и не исчезнет, покажу. Облила капусту. Все вот так, мои дорогие, плавает у меня. Но дождя вроде бы ночью не обещают. Хотя бы ночь пропиталась бы земля этим фитоспорином. Было бы очень хорошо. На картофель не хватило. Но это я буду в следующий раз обливать. Кофе фитоспорином я обязательно оболью и картошечку, и капусту. Капуста вся у меня облита. И делала я на 10 литров три ложки. Я вам показывала. Рисканула. Ложка рекомендуется разведенную. Но я рисканула три. Потому что у меня появились вредители на капусте. Нужно было лимонкой облить. Ну, я завтра, наверное, попробую сначала фитоспорином. Там оболью завтра капусту. Если не поможет, значит оболью лимонкой. Химическими препаратами я на капусту никогда не обливаю. Также и огурцы. И вот никогда, мои дорогие друзья, не садите сорт феникс. Огурцу феникс. Вроде бы феникс. Такая огурчик. Он появился. Они очень болеют. Огурцов мало. Но огурцы вкусные. Это я вот уже повырезала. Это лысина вырезала больные листья. Никогда у меня так листья не сгорали. И вот такими вот головы опустили. У меня никто не пускает. Вот видите, не было такого. Первый раз феникс этот. Вот у меня кустовые. Огурчики прелесть. Буду семена свои я наметила собирать. И разрастаются мои арбузы. И что-то... Ничего нет. Холодной ночи, мои дорогие друзья. Очень у нас. Вот наоборот бы. Июнь с июлем. Нужно было, чтобы сначала июль был такой вот мокрый. Июнь мокрый. И не сильно жаркий. Чтобы растению расти влаги не хватало. А сейчас у нас всё гноит, заливает. Ну вот, заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. А мы со своим Лёвочкой пойдём. Так, пойду посмотрю воду. Я выключила или нет? А то я всё время забываю. Собиралась бочки хорошо вымыть, выдровить, убрать. Но нет. Ещё ягоды нужно подкармливать дрожжами. Вода нужна. Выключила. Пока, мои дорогие друзья. Какая же красивая розочка. Надо обрезать. Это уже завтра. Видите, заросло всё. Всё заросло. Начало снова цвести. Вот и будет теперь цвести. Пока, мои дорогие друзья. Ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok